Отсечь лишнее от камня, пускай и искусственного, коим является бетон. Главный материал в работе мастерской Елены Шутовой «Просто бетон» – дело весьма непростое. Взглянув на стеллажи с готовой продукцией, где каждая линия и изгиб переходит в изящную композицию, оказываешься будто в музее одновременно античного и современного искусства. При этом рукомастера знают основные пропорции, способы изготовления, но даже с виду два одинаковых изделия все-таки имеют отличия и отвечают вкусом каждого покупателя. В дизайнерском мире декоративные изделия из бетона или гипса приобретают все большую популярность благоустройства благодаря прочности материала. История Елены – это история о том, как судьба посылает человеку знаки, направляя и говоря о том, что нужно сделать. И когда из хобби рождается вот это, ну это прям замечательно. Какую поддержку мы можем оказать Елене? Я думаю, что это как раз все те вопросы, которые мы можем решить, как самозанятые. Она получает все те же меры поддержки, которые предусмотрены для всех остальных участников малого и среднего предпринимательства. Но масштабы и специфика деятельности такая, что вряд ли Елена возьмет оборудование, возможно, возьмет кредит на приобретение оборотных средств, и тогда мы субсидируем часть процентной ставки. Я думаю, что мы еще неоднократно увидим Елену участниками всевозможных наших мероприятий и выставки, сделанного пока не в 2023. Сегодня просто уже обсуждали этот вопрос. Ну и в дальнейшем Елена будет развиваться вместе с нашим городом. Своей продукцией Елена стремится подарить уют домашней атмосфере каждого покупателя. Мы можем говорить о том, что это действительно уникальный продукт, который может стоять у вас дома, создавать настроение вашего интерьера или домашнего, или рабочего интерьера. Мне важно, чтобы человек в своем пространстве отдыхал. Для этого важны детали интерьера. Этот продукт всегда, наверное, сложно продвигать. Я не питала иллюзией, что я начну этим заниматься и будет выстраиваться очередь. Я предполагала, что это будет долгий путь, это повод расти дальше. У меня есть далеко идущие планы. Добавим, что мастерская «Просто бетон» кроме основной деятельности поддерживает наших бойцов, участников специальной военной операции, делая специальные блиндажные свечи. Горелки из жестяных банок, расплавленного воска и плотного картона. В основной деятельности Елены мы можем говорить об объединении горожан над таким делом, как помощь тем ребятам, которые у нас находятся сейчас в зоне специальной военной операции. Так как Елена производит блиндажные свечи, а все, что необходимо для производства блиндажных свечей, это банки, парафин, воск, картон, это жители, республики, жители города приносят. И таким образом каждый отдает частичку себя для того, чтобы там нашим бойцам было тепло, уютно, и частичка огонька домашнего дошла до них. Вообще Российский народный фронт, который все-таки это все объединяет, координирует, ну то есть это важно. И вот когда люди тихо, спокойно, незаметно делают большое и огромное дело. Более подробно о мастерской «Просто бетон» расскажем в следующем выпуске программы «Сделано в Абакане» в среду 28 декабря в 21.35. Следите за обновлениями в наших социальных сетях и в эфире телеканала «Абакан-24». Продолжение следует...